Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29-27 июня. Сегодня хотела посвятить побольше вам времени, поснимать в теплице, рассказать, что я там подкормила, чем как. Но у нас стоит такая ужасная жара. Я сняла там один ролик, умылась потом и убежала. Так что не удивляйтесь, сейчас буду сидеть под яблоней хоть немного. У нас жара под 30, и вот смотрите, пионы только расцвели, сразу же отцвели моментально, как посожженные. Жара стоит. Вот этот видеоролик я сейчас в дополнение к теме о фитофторе сниму. Он будет буквально коротенький. Я расскажу, что именно я такие профилактические обработки сделала в теплице в своей для раннего урожая, который высадила 24 апреля. Вот прошло 2 месяца, что я сделала для своих томатов, ну с целью предотвращения этого заболевания. Так, так, это подкормка, это во втором видео уже. Во-первых, я сделала один раз с поливом фитоспорин, то есть в грунт. Потом, второй раз я сделала чесночное опрыскивание. Помните, наверное, видео есть там, где я говорила, что это отпугнет белокрылку, и это будет немного как профилактика народными средствами от фитофторы. И второй раз, вот неделю назад, я сделала снова фитоспорин с поливом. Так, что получается, что у меня 3 обработки за 2 месяца. По идее, вот я всегда говорю, что если вы делаете профилактику, нужно делать 2 раза в месяц, вот у меня должно быть 4 обработки, сейчас я буду делать 4 или сегодня вечером, или завтра рано утром. Я вот эти обработки, которые я делаю очень рано или очень поздно, я, конечно, не имею возможности снять, потому что вчера вот я опрыскивала от вредителей в 10 вечера, были уже сумерки. Я вот что не могу снять, я рассказываю вам на словах. Вот сейчас у меня будет следующая обработка уже теперь по листу. То фитоспорин, биопрепарат, я давала грунт во время полива, а теперь будет по листу. Выберу любой препарат. Могу взять триходерму, могу взять, у меня там есть бактофит. Это все равно. Надюша, это все равно, это биопрепарат, он не токсичный, он мягкий. Но в это время, когда вот у меня еще нет полноценных спелых плодов, и когда период ожидания еще возможно, возможно обработать один раз, например, хлорокисью меди или урданом, тем, у кого есть предпосылки к заболеванию. Почему я это говорю, что сейчас можно? Просто потом, когда пойдут спелые плоды, и когда вы будете почти ежедневно снимать их и употреблять, обработать будет этим сложнее, потому что там период ожидания большой, 15-20 дней. И ясно, что спелые плоды, ну люди, конечно, перед этим снимают спелые и бурые, укладывают где-то дома, обрабатывают с зелеными, но все равно это проблематично. А вот сейчас, на ранних сроках, если у кого-то есть предпосылки к заболеванию, если вы увидели какое-то пятнышко или что, прекрасная возможность обработать хотя бы один раз вот такими медсодержащими препаратами, вот этими голубыми, или вот есть Profit Gold, он не голубой, а бесцветный, но все равно это то же самое, у него период ожидания полмесяца, чтобы потом немного как затормозить вот это все. А потом можете, когда наступит период, когда будет фаза плодоношения, можете снова биопрепаратами или народными средствами. Вот сегодня я рассказывала про сывороточное опрыскивание. Вот вы видите, у меня какая тенденция? У меня идет чередование. Я сначала вот магазинным фитоспорином сделала обработку, потом у меня было чесночное опрыскивание, народное средство, потом опять фитоспорин. И вот сейчас я могу обработать или биопрепаратом магазинным, или той же сывороткой молочной. Желательно чередовать вот это все. Ну, чтобы, во-первых, мы не знаем точно, какой препарат, насколько работает. И вот про биопрепараты я в прошлом году обрабатывала аллерином, гомоиром. Так как у меня фитофторы не было ни в прошлом году, ни в позапрошлом, я не могу сказать, насколько действуют эти биопрепараты, что было бы, если бы заболевание у меня было, и если бы я обрабатывала только биопрепаратами. Поэтому мы надеемся просто вот как, ну, пишут и говорят, что эти биопрепараты там помогают, все. Но вот я точно сказать не могу, насколько они действенны, и насколько они эффективны. Потому что раз заболевания нет, и говорить здесь не о чем. Ну, профилактические меры я все-таки принимаю, вот эти обработки. И что я делала за два месяца, я сказала, пока что одно народное средство, два фитоспорина, сейчас будет опять биопрепарат, и будет народное средство. У меня вот есть чесночная настойка, стоит концентрат, могу им опрыскать, могу опрыскать сывороткой, если буду делать творог или буду готовить кефир. Все, вот это про мои обработки. Коротко, ничего лишнего я не делала, потому что, еще раз говорю, что у меня нет предпосылок. Но только если пятнышки появятся, я буду обрабатывать орданом или чем-то, обязательно вам расскажу. Ну, желаю, чтобы пятнышек не было ни у кого. До свидания.